Ифье, и Ауси Батюля Друэк! В рейтингах дивизиона этот двухметровый монстр оставляет за собой бездушные тела своих оппонентов. Совсем скоро, 23 декабря, «Россиянин» проведет очередной бой с не имеющим поражений немецким бойцом Агитом Кабаелем. Идеальное время для нас поближе познакомиться с нашим героем, а также увидеть полную подборку всех нокаутов кумыкского зверя. Я хочу подраться с Фьюри, потому что он начал говорить дерьмо обо мне и моем имени. Ты не имеешь права так говорить. Если ты мужчина, скажи мне это в лицо, я его уничтожу. Арслан, значит лев. И лев однажды придет за тобой, Тайсон, и съест тебя. Да, эти слова сегодняшнего нашего героя адресованы Тайсону Фьюри. А вот чем именно заслужил гнев свой адрес цыганский король. Слушай, Арс Матаков, или как там его, Арсланбек Махмудов, я порублю тебя как мясник, порублю тебя как кусок туши, большим острым ножом на мясной колоде. Он вообще не сравнится со мной, я обязательно разобью его. И на месте Тайсона Фьюри я бы тысячу раз подумал, прежде чем оскорблять такого монстра. Арсланбек Махмудов это 34-летний боксер из Моздока, Северная Осетия, Россия, который сейчас живет и тренируется в Канаде. Обладая любительским рекордом из 29 побед при 9 поражениях, Кумык по происхождению перешел в профессионалы в 2017 году и до сегодняшнего дня провел 18 поединков, во всех одержав победу 17 раз досрочно. Встать 98-сантиметровый боксер по прозвищу Лев уверенно пробивает себе путь к чемпионскому поясу и занимая в мировых рейтингах третье место в WBC, пятое место в рейтинге WBA и десятое место в IBF. Боксер прославился за счет своей чудовищной монструозной силы, грозному внешнему виду и, конечно же, нокаутом. Их у него много, причем в любителях также. Из именитых соперников Арсланбека можно выделить Самуэля Питера, его наш герой побил в 2019-м, Марьюша Ваха, нокаут в шестом раунде и Карлоса Такама, единственный на данный момент бой, где сопернику удалось выстоять до финального гума. Ну что, а теперь давайте перейдем к главному, а именно к подборке брутальных вырубаний Арсланбека Махмудова. Открывает наш список нокаутов дебютный бой российского боксера, который состоялся в декабре 2017 года. Соперником ему выступил мексиканец по имени Хайме Баракас, и нокаут произошел уже в первом раунде. Похожая судьба ждала очередного мексиканца по имени Кристиан Лоранду. В апреле 2018 года. Гораздо больше досталось американцу Эндрю Сеттерфилду. Ноябрь 2018 года. Гораздо больше досталось американцу Эндрю Сеттерфилду. Эндрю Сеттерфилду. Американец Джейсон Бергман также не смог преодолеть отметку первого раунда. Седьмым по счету соперником на профессиональном поприще для Махмудова стал Эйвери Гибсон. Бывший спарринг-партнер самого Дэонтея Уалдера. Несмотря на относительно спокойное начало раунда, исход боя стал понятен уже после первой удачной атаки Арсланбека, после которого Гибсон оказался на полу. Американец сумел подняться на ноги и продолжить бой, но Лев, почуяв кровь соперника, тут же его добивали. Добивали. Добавил. Добавил. А в шестом раунде и вовсе отправил американца в нокдаун. К счастью, вовремя прозвеневший гонг спасает боксера. Но развязка наступила быстро. В седьмой трехминутке наш герой наносит жесточайший град ударов, и судье ничего не оставалось делать, как спасать американского бойца. Суэрой, на мой взгляд, уже был результат поскорной атаки, и сейчас очень хорошая комбинация заставляет судью остановить данный бой. Применить тактику Райса попадался следующий соперник Махмудова по имени Джулиан Фернандес. Быстрые передвижения по рингу позволили ему достоять до третьего раунда, но исход был таким же, как и у предыдущих визаве россиянина. Рано или поздно динамиты Махмудова тебя достанут, и от них спасения нет. Суэрой, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Махмудова. Суэрой, на мой взгляд, на мой взгляд, был предыдущий. Суэрой, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Махмудова не кажется, что он не согласен с этой решением, но мы видим, например, что люди... Легендарному Самуэлю Питеру, да-да, тому самому Питеру, который когда-то зарубался с братьями Кличко, также не удалось спастись от Арсланбека. Декабрь 2019-го. Уже на седьмой секунде боя Арсланбек умудрился отправить на пол 11-го соперника в карьере по имени Диллиан Карман. После остановки соперник Махмудова чем-то возмущался, но было уже поздно. Чех Павел Саур стал двенадцатым по счету соперником Махмудова и двенадцатым по счету нокаутированным оппонентом. Целых три раза понадобилось немцу Эркану Теперу побывать на полу, чтобы отказаться от продолжения боя. Сентябрь 2021-го. Продолжение следует... О! 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 Гигантский поляк Марио Швах стал четырнадцатым по счету соперником Махмудова в карьере. Несмотря на солидный возраст, поляк оказался крепким орешком. Еще бы, учитывая габариты, самое главное его послужной список. Но молодость все же взяло верх в этом противостоянии. Нокаут в шестом раунде. Такие акции, как та, в этой концевой фазе пьемтого старча, но напязают Махмудова, показывают ему, какая есть właściва дорога. Ах, теперь kolejный правый! Ну и раз в оборудовании, Закире уже не сделает. Но будет, естественно, kolejный правый и будет... И будет, и будет, и это, наверное, начальник конца, пожалуйста. Абсолютной доминацией завершился бой Махмудова с очередным немцем Михаилом Валишем 22 декабря 2022 года. Да, Махмудов касается боятся боятся бом. Махмудов камень выверен осьмотhait.. Бомите как легко все добавить. Махмудов выйдет шанс survive, наконец прав Kurzweально. Словshirts должны быть матчатки, Больше ein шестDidнаго см決ится просто! 振ллокируйтесь! У admir bandeja Chief play его с точки зрения, не sauna. Да, идем творите автоза за вот ниочнее рядом. отрезать Субтитры сделал DimaTorzok Свой дебют в Мекке профессионального бокса Махмудов оформил летом этого года В поединке с нигерийцем по имени Рафаэль Акбиджуори Махмудов по всем заокеанским правилам устроил настоящее месиво Удосротив своего оппонента в третьем отрезке Крайний поединок Арсламбека Октябрь 2023 года Бой против Джуниора Райта Саудовская Аравия Хер Риат Нокаут в первом раунде Субтитры сделал DimaTorzok Арсламбек Махмудов обладает просто нереальной нокаутирующей силой в супертяжелом весе При росте в 2 метра и весе 120 килограмм этот парень является угрозой для всех Свой следующий поединок Кумык проведет 23 декабря в Эр Риате А противостоять ему будет непростой соперник в лице немца Агита Кабаеля С рекордом 23-0 Так что пожелаем нашему парню удачи Пишите в комментариях свои слова поддержки А на этом все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И не забывайте делиться этим видео Всего хорошего Всем пока Я уважаю каждого своего оппонента Но в ринге у меня лишь одна задача Уничтожить